Взрыв на Чернобыльской АЭС спустя 28 лет глазами участников ликвидации последствий аварии в репортаже нашего корреспондента Елены Козловой. Прошло 28 лет с того страшного дня, когда весь мир узнал о трагедии на Чернобыльской атомной станции. Ранним утром 26 апреля 1986 года в одном из энергоблоков станции произошел взрыв. Он привел к выбросу, в окружающую среду, огромного количества радиоактивных веществ. В отдельных помещениях начался пожар. На митинге, посвященном 28-й годовщине со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, практически одни школьники. Это им, председатель городского совета ветеранов Евгений Воробей, исполняющий обязанности руководителя главы администрации Анна Куманова, отец Дмитрий, старшеклассники лицея, подробно рассказывают о катастрофе, которая могла бы стать всемирной, если бы не самоотверженность и стойкость наших людей. Основным поражающим фактором катастрофы стало радиоактивное заражение. Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло радиоактивные вещества по большей части Европы, Советского Союза, Белоруссии и самой Украины, где, собственно, и располагался реактор. Для ликвидации последствий аварии были привлечены более 600 тысяч человек, в том числе добровольцы. От огромной дозы радиации не выдерживала даже аппаратура. Люди работали. Уже в течение первых трех месяцев после аварии от облучения умерли 31 человек. Радиация наложила отпечаток на здоровье каждого, кто там побывал. Сегодня около 190 человек проживают, работают, трудятся, ведут активную общественную работу в нашем городе. Хотелось бы выразить огромную благодарность от главы города, от администрации города, от Совета депутатов, вам, дорогие участники чернобыльских событий, за то, что вы перенесли, за то, что выполнили свой патриотический долг, за то, что вы делаете сейчас в городе, выполняя программы социально-экономического развития. Это было как гром среди ясного неба. Никто к этому не был готов. Но, к сожалению, только благодаря таким вещам мы как-то начинаем более трезво задумываться о ценности человеческой жизни, о нашем предназначении здесь. И за это, за все низкий поклон всем людям, которые сложили свою жизнь в устранении этой страшной катастрофы. И низкий поклон всем тем чернобыльцам, которые живут в нашем городе до сих пор. Потому что это изменило их жизнь. Не просто так Анна Акимовна говорит, что они активные деятели нашего города. Потому что после того, как ты сталкиваешься с таким, ты уже не можешь жить так, как жил раньше. Объявляется минута молчания. Первыми от колонны отделяются и идут, чтобы возложить цветы к мемориалу звонницы. Те немногие из 119 ликвидаторов аварии, которым здоровье еще позволяет это сделать. Лучевая болезнь беспощадна, говорит ликвидатор аварии Андрей Сорокин. Невидимый враг был, радиация. А люди шли как в бой. А потом здоровье потеряли. Вначале щитовидка выявляется, а потом сердечные проблемы становятся. Откуда же брались силы? А советское воспитание было тогда. Люди не задумывались. За родину надо, значит надо спасать. И шли с полной ответственностью. И не заботились ни о себе, ни о своем здоровье. Мы даже не знали последствия, что может быть. И шли не задумываясь. Ну, в основном шли, конечно, призывали партизан, так называемых, мужчин, которым за 30, за 40 на военные сборы. Ну и добровольцы. Александр Шержуков работал в атомной промышленности водителем. Я возил на автобусе людей, которые на дымах ставили аппаратуру, фотоаппаратуру, ну, потому что там очень, ну, 100 метров высота. И все по телевизору вот они делали. Я возил их. А вот говорят, аппаратура не выдерживала радиации. Это правда? Правда. Да, 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 да. А страшно не было тогда? Ну, мы же в Советском Союзе родились. Так что страшно. А что делать? Самое страшное, когда я вот ездил, и когда в Желтый лес мы проезжали, было то, что молодые пацаны, ну, дисбатовцы, по пояс, голые, ну, валили этот лес, ну, обрезали лес. Вот это самое страшное было. Потому что, ну, это все, это считай, что это уже все будут мертвы. И самое интересное, мы гордились тем доверием, который нам оказывали. Что нам доверяли, что самых лучших туда посылают. А сейчас вы не сожалеете? Я о прошлом ничего не сожалею. Было, было. Обидно другое. Как сегодня государство относится к этому было и к тем, кто там был. Монтажник строительного управления Владимир Талайкин и Александр Жуков на Чернобыльскую АЭС отправились добровольцами. Имеют медаль за отвагу. А сегодня им говорят, что это никому не было нужно. Нас министерство обороны отправляло. А военкомат говорит, мы вас туда не посылали. А кого искать, где искать концы, никто не знает. Так что болтаемся, как говорится, между нем и землей. И льгот лишили? И льгот лишили? Лишили, конечно, наполовину. Да. А это все-таки не по закону. А начнешь разбираться. Идите через суд выбивайте. Это да. Обидно? Обидно еще как. Для чего нас правительственными наградами награждали? Для того, чтобы они лежали? Или чтобы внуки наши играли ими? Вот корочка. Мы ее предоставляем. А мы вас не посылали. Это как-то некрасиво получается. Что тут еще скажешь, если государство молчит? Обидно? Елена Козлова, Алексей Орлов, телекомпания «Лобня». Субтитры создавал DimaTorzok